Доброе утро, подружки! Ежедневные удовольствия материнской жизни заключаются в ранних подъемах, когда еще нет шести, и вот этот ежик приходит, и рукой иногда слангетом, который хлопает мне по щеке, со словами «мама», «Рэм, стой!», кефир и буба. В общем, это означает, что все, хватит спать, пора просыпаться, для того, чтобы отвезти старшего в сад. Старший, в отличие от первого, он, конечно же, просыпается тяжелее. В целом, это уже та еще задача его разбудить. Рэм, стой, маму жди! Перед дорогой стой! Давай, Грантик, пошли, Рэм на ждет. В общем, как вы видите, на улице все еще ночь, а мы премся в садик. Так, давай, подержу ворота, а вы езжайте. Давай, Грант. Здесь уже висели вопли и крики, все проснулись, у всех понедельник. В общем, доброго понедельника, подруга неделя началась. Надеюсь, что у вас все хорошо, и вы сегодня, в отличие от некоторых, проснулись легко. Ну, а ты, мангет маленький, у нас что, третья неделя? Пойдем наше установление после операции. Я думаю, что еще недельку точно мы будем ходить вот с таким вот обмундированием. В целом, все заживает хорошо. Со второго пальца ноготь тоже сойдет, как мы уже и предполагали. Но самое главное, что все швы сняты, пальчики зажили, все ровно сшито. Теперь остается только ждать, когда отрастет новый ноготь. А, кстати, зацените наши балаклавы. Да? Давай, пошли парковать велик, вернее, велик, самокат. У нас вот зимняя балаклава, потому что в Питере действительно холодно. Снега еще нет, но холодно капец. И к нашим новым гамбезам у нас еще новые балаклавы появились. Дабы вот эти все шарфы и вот огромное количество разных предметов зимнего гардероба детей. Это просто что-то невозможное. Я все это редуцирую до минимума предметов. Все, побежали, завтрак. У кого завтрак? Кто первый добежит до двери? Нет! Давайте. Вот. Вам прием всегда работающий. Если дети вот так вот тормозят, если опаздывают в садик, нужно спросить, кто первый добежит до двери. Таким образом мы быстро передвигаемся и достигаем цели. Давай, все, прощайтесь. Пожелаю хорошего дня, братику. Давай. Чук, мой, кукурошечки, давай, беги завтракать, уже опаздываем. Давай, давай, все, я уберу. Я уберу, я уберу. Давай, все, хорошего дня, Бусик. Так, все. Братик отправился, да, в сад? Кстати, ему там очень нравятся воспитатели. Последнее время особенно отмечают, насколько все дети к Рэму тянутся. И когда нас длительное время не было, после лета, сентябрь нас не было, детки очень часто спрашивали, где Рэму. И сейчас все как-то к нему тяготеют и хотят с ним наружить. И вечно воспитатели спрашивают, да? Да. Я, в общем, этому сильно рада, потому что и по ребенку я вижу, насколько ему нравится в садике играть. Остается только вот этого маленького ежика. Ежика, ты пойдешь в садик? Да. Прекрасно. На первом этаже. Давай, заживляем руку. И все. И в группу. Падеж, тебе нельзя помогать? Не разрешает помогать, руку не дает. Поэтому я тут на подхвате. В общем, у нас еще впереди долгий и долгий процесс адаптации. Ну, что, главное попасть туда. Да? Давай, пойдем. Пойдем, пидем. А здесь ничего не изменилось, все еще темно. Пойдем кофе пить. Да. Пошли, мама будет кофе пить, а ты свой кефир допьешь утренний. Где самокат? Где самокат? Давай, иди, бери самокат и погнали. Ну, что-то пошли не так. Друг пришел домой. Это значит, раздевай меня. Ну, давай. Все, готов руки мыть. Я вам помогу. Давай, ручку. И намывай, свою единственную руку. Помогаем. Помогаем. Подруги. 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 Как у меня появится партнер. Как у меня появится партнер? Появится ли он вообще? Столько много вопросов, на которые я все никак не могу найти ответы. И вот в первые жизни я для себя решила попробовать онлайн-сервис консультаций экспертов по Таро. Лунара – это сервис онлайн-консультаций экспертов по Таро. Здесь нет никаких гаданий и нет никакой магии. Эксперты работают с картами и интуитивно опираются на свои знания. Всего, что касается карты, трактуют свои расклады. Расклады Таро можно делать на любые запросы клиента по разным сферам жизни или получить ответ на конкретный вопрос. На сайте Лунара более 30 экспертов по Таро, которые ведут свою практику более двух лет. Также есть Тарологи, которые помимо Таро специализируются еще и в психологии, нумерологии, а это означает, что их знание и объем экспертности он действительно очень большой. С экспертами можно созвониться сразу. Стоимость консультации от 59 рублей в минуту, а длительность определяете вы сами. Таролог будет работать с вами ровно столько, сколько необходимо для получения ответов на ваши вопросы. Детальную информацию вы можете получить на сайте Лунара, если пройдете либо по QR-коду или по ссылке в описании этого видеоролика. Что очень удобно, дополнительно не нужно ничего скачивать. Звонок проходит сразу на сайте Лунара. Я просмотрела карточки многих экспертов, выбрала своего и позвонила в удобное мне время. У меня сразу было несколько запросов. Меня интересовал успех моего дела. Меня интересовало, правильно ли я выбрала свой путь. Меня интересовала моя личная жизнь и что же карты Таро говорят по поводу возможного партнера в будущем. Также меня очень интересовал вопрос того, где же нам с детьми лучше всего жить. И ответы на свои запросы на сегодняшний день я получила. И я уверена, что если появятся новые, я обязательно воспользуюсь дополнительной консультацией с экспертом Таро на сервисе Лунара. А вы, мои подруги, посмотрите небольшие фрагменты того, как это происходило. Такое ощущение, что переживаете какую-то сложную историю до сих пор. Да, есть такое. Прям разбитое сердце, здесь недоверия много, здесь может быть предательство. Вы стараетесь как будто бы немножко охладить. В какой-то степени связываете себе руки вот этими переживаниями на дальнейшее движение, на то, чтобы привлечь новые энергии в свою жизнь, именно связанные с любовью. Это вас приводит к императору. Император – это муж-мужчина, который как раз-таки достаточно сильный, интересный и заинтересованный в вас как женщины и готовый активно проявляться в вашу сторону. Вспомните себя год назад, вы были абсолютно другим человеком. И то, что мы сейчас смотрим – это та отправная точка, от которой мы смотрим перспективы на полгода. Но за эти полгода вы тоже можете очень сильно поменяться. Какие-то новые энергии будут приходить в вашу жизнь, и вы будете по-другому реагировать на что-то, видеть в людях другие качества, которые для вас будут наиболее важны и, возможно, среди вот этих людей, которые будут приходить на вашу даму новую энергию, они будут намного более привлекательны. Я желаю вам удачи. Спасибо вам большое. Какие вопросы ко мне еще остались? Все, я думаю, на данный момент, наверное, нет. Если будут, я вернусь. Замечательно. Я желаю вам удачи, пока у вас все получается. Растите, развивайтесь. И у вас все будет хорошо. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Проходите по ссылке в описании этого видеоролика, регистрируйтесь на сайте Лунара, выбирайте своего таролога и получите свою первую бесплатную консультацию. А мне в комментариях обязательно напишите, как вам понравилось и получили ли вы ответы на свои вопросы. Я уверена, что получите. Мне вот интересно ваш отзыв и узнать, как у вас прошла ваша первая консультация. Мы будем заниматься. А ну-ка, позвони в колокольчик. Давай вот так вот. Давай положим. Колокольчик отдыхает. Итак, смотри. У нас есть домики. Видишь, какие домики? Зелёный, красный и жёлтый. В каждом домике ещё есть синий. В каждом домике есть папа, мама, малыш, лыж. Си. Лыж. И кто ещё есть в домике? Аф. Са. Ще. Ба. Ба. Ка. Ка. Все они живут в домиках синие. В синем доме. Это синий дом. Грант, смотри. Жёлтые. Жёлтая семья. Да. Живёт в жёлтом доме. Красная семья. Подожди. В красном доме. Зелёная семья. Оп. В зелёном доме. Настал новый день. И все пошли гулять. Да. Ушли гулять. В домиках есть кто-то? Ку-ку. Кто-нибудь есть домики? Папа. Ку-ку. Папа. Ку-ку. Папа. Никого нету. Все ушли. Все пошли гулять. Итак. Первым пришёл. Папа. В какой домик пойдёт этот папа? В какой домик ты положишь этого папу? Давай. Всё правильно. В синий домик. Си-и-и. Си-и-и. Синий домик. А в какой домик пойдёт эта мама? В какой домик? В красный. В какой домик пойдёт этот малыш? В зелёный. Точно. А в какой домик пойдёт эта собака? Кто это? Са-ба-ка. В жёлтый домик пойдёт. Кто это? Мама. В какой домик эта мама пойдёт? А разве эта мама в этом домике живёт? Синяя мама не живёт в зелёном домике? Нет. Нет. Скажи? Нет. 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 В каком домике живёт эта мама? В красном? Нет. Скажи, нет. В синим – правильно! В жёлтом? Нет. Ну-ка. Нет. Нет. Точно. В каком домике живёт эта мама? В каком домике? Ну-ка. Не-ет. Нет. Нет. Скажи? В жёлтом нет. Нет. Давай. В каком домике она будет жить? Очень устала? Нет. В какой домик? Вот в этот домик она пойдёт. Синяя мама в синем... Стоп, стоп, не думай. Синяя мама в синем домике. Давай повторим тебе. Си... Си... Ни. Г. Синий. А это кто? Мама. Мама жёлтая в каком домике? Нет. В красном домике? Нет. В зелёном домике? Нет. В жёлтом домике? Правильно. А в какой домик пойдёт? Малыш. Синий. Точно. В какой домик пойдёт? Папа красный. Так, молодец. Собака. Нет. Эта собака не живёт в этом домике? Нет. Посмотри, какой цвет. Какого цвета собака? В какой домик она пойдёт? Нет. Это не такого цвета. Разве... Нет. Это разве такой цвет? Нет. Не такой. Не такой. В какой домик пойдёт собака? В какой домик пойдёт собака? В какой? Ну-ка, выбирай домик. Хочу домой. Хочу домой. Опа. Молодец. Малыш. В какой домик пойдёт? Разве это такой? Не такой. В какой домик пойдёт? Ох, нет. Нет. Да. Точно. Молодец. Так. А это кто? Пама. Кто это? Пама. Нет. Кто это? Папа. Папа. Держи. В какой домик пойдёт этот папа? Точно. Зелёный. И ещё малыш. Ма? Ма. Лыж. Шель. Лыж. Лы-и-и-и-и-ч Точно, малыш Давай, в какой домик пойдет этот маленький малыш? Ах, разве это такой? Нет, это не такой В какой домик пойдет этот малыш? Давай, давай выбирай, в домик В домик спать ему пора Ах, нет Это такой? Нет Нет, это точно не такой Нет, не такой Тут ему места нет, он тут не живет Да, давай Вот сюда И все домики у нас теперь залиты И все спяты, только мы крышу с тобой потеряли синюю Ну ничего, да, скажи Крышу синюю потеряли Ты занимался? Ты сидел за столом аккуратно? Да Маму внимательно слушал? Да И задание выполнял? Да Ты молодец Все, свободен, беги отдыхай Еда Нужно дуть Что такое? Что случилось? Давай, давай Будешь дуть И маме тоже Еда А это что? Пить Пить Подружки, смотрите, какая красота Я вам, мне кажется, детально не рассказывала Но после первой презентации в Москве Одна из моих любимых подписчиц Для нас сделала вот такую красоту Вилки-ложки И вот вилочки у нас с лучиком и рыком Для Рэма и Грантика И вот с другой стороны написано Здесь кому и с любовью Смотрите, какая прелесть Ну вот как вот это вот Я вас просто обожаю Их берегу жутко Я детям редко их даю Но вот сегодня Грант увидел И заорал Да, я редко даю эти вилки Чтобы просто их сохранить Потому что такие вещи Мне кажется, нужно действительно в коробку И хранить до момента, когда дети вырастут Спасибо огромное Что касается еды У нас все неизменно Мы придерживаемся традиции Едим одно и то же Да, скажи? Котенок, так Машинка отдыхает Отдыхает Вот здесь Грант Что Грант делает? Кушай Грант кушает Давай Давай Попу садись Вау Вау Это кто? Ди Дина Дина Точно Дина В общем, у нас завтрак Мы неизменно В традиции нашего дома Едим одно и то же На завтрак всегда Кстати, у меня многие После одного такого Такого нашего завтрака Спрашивали Где можно приобрести Вот этот свитер Я вас обрадую Нигде Потому что связала его сама Так что подушки Тут совершенно ничего сложного Одним куском Вяжете рукав Здесь просто Обычная вязка Без какого-либо узора Одним куском Вяжете спину Вот она получается Длинная Вот такая вот И большая И спереди Я вообще хотела Как кардиган Поэтому, естественно Вязала два куска Потом решила Все это шить До определенного места Я как-то посмотрела Все вроде так прикольно Смотрится И получился Такой асимметричный свитер Да? По поводу которого Между прочим Все меня спрашивают Не только вы Мои дорогие подружки Так что сори Вяжем сами Да? Да Еще если говорить Про лучика В этом году Тираж второй книги Полностью Распродан У меня осталось Три книги Поэтому Подушки Кто хочет Еще в этом году Заказать вторую Поторопитесь Всего три книжки Осталось Вот сегодня Я пойду в СДЭК Отправлю Заказ Который у меня Там висит И собственно Все Три последующих И в этом году Тираж Второй книги У нас Распродан Спасибо вам Огромное За то Что вы Заказывали Мою книгу Я рада Что она Разлетелась По городам И вы можете Сейчас читать В этом подруженьке Ждем Следующего года И очевидно В следующем году У нас будет уже И третья книга И будем Снова Возобновлять И производить Тиражи Первой Второй книги Первая Кстати еще осталась У нас К новому году Еще будет Акция со скидкой То есть я буду Распродавать Остаток тиража Который у меня Еще есть Вот Поэтому к новому году Я думаю Вторая половина декабря Может быть середина А может и начало декабря Посмотрю На самом деле Нужно свое время Это сделать Я спланирую Чтобы вы могли Кто еще не успел Купить первую книжку Хотя бы По скидкам Заказать То есть это будет Остаток тиража этого года И все В этом году У нас Продажи закрываются Я на сайте Пометку сделаю Что скоро Скоро Книги поступят Вот Так что Да Что? Полный рот? Рот Сосиську кушаешь Ну кушай Кушай малыш О боги Как вы видите У Грантика Тут искусство на ногах Да? Покажи Рисовал Бумаги не хватило И тут тоже Скажи тут Да? Деть Тут Это На На Га Га На Га Га Рисовал на ноге Да? Грантик Рисовал на ноге Папа Папа это тебе рисовал Да Это они с папой Да? Это вы с папой? Ну молодцы Потом подружки Совершенно фантастическая история С шортами Я Последовала вашему совету Так и не найдя Шерстяные шорты Или кожаные шорты Которые я хотела Я Заказала Два варианта Один вариант я заказала Валберис Но почему-то именно Этот вариант Был без примерки Думаю Ну хорошо Если что Можно вернуть Я уже привыкла Там на зоне заказываешь Просто если товар не нравится Или не подходит Или что-то Ты просто приходишь В пункт выдачи Называешь номер заказа Или сканируют его Ты отдаешь И все Через 5 минут Деньги приходят обратно Вот И я таким образом Заказала Две пары шорт На Валберис Одни Сандро Очень дорогие Сразу скажу За 15 тысяч Не ужасайтесь А вторые За 5 тысяч Это Кирилл Пластинина Просто потому что Они были Серые Тоже костюмы Такой ткани И я заказала На Яндексе Б.У То есть я подумала Винтаж же тоже Можно заказывать Правильно Если вещь Действительно дорогая Брендовая То На Авито И прочих сайтах Бывают Винтаж Уже не говоря О винтажных магазинах Где ты можешь Действительно покупать Дорогие Хорошие вещи В Отличном состоянии Но За намного Более Меньшую сумму Чем в магазинах Ну и в общем Я последовала Подруге вашему совету Я так и сделала Я поняла Что наверное Карма У каждого своя Моя карма Быть шикобабой И вот эти все истории Этого Господи Как его Алиэкспресса Винтажных магазинов Ну или секонд-хендов Да БУ Купить на Яндексе На Валгерис Что-нибудь заказать Это вообще не моя тема Потому что Я не знаю Что это такое Как только я захожу В дорогущий магазин С какими-то космическими ценами Все просто как по маслу Но как только я вот думаю Что же я как Это не путевое Надо же как нормальные люди Тем более бюджет Это не позволяет Пока На данный момент Надо быть мудрее И нужно Ну искать варианты И как-то действительно Использовать те ресурсы Которые здесь Есть Потому что в Риге Например Таких Ну В таком масштабе Нет Короче Я заказала эти шорты Шорты с Сандро На которые я рассчитывала Очень сильно Да Они были дорогие Сравнительно С другими шортами А на Валгерис Кожаные хорошие шорты Я не нашла Все эко-кожа Эко-кожа я не хочу За 2000 Я решила Не заказывать Потому что Ну как бы не моя история Я заказала Да Дорогие шорты Но это прекрасные шорты Сандро Я обожаю Люблю Я знаю Что там с линейкой размеров Они маломерят Мне нужен размер больше Я заказала шертяные Шорты В елочку Серо-бежевого цвета Там было непонятно Либо серые Либо бежевые придут Но мне было все равно Потому что у меня есть вариант Как обуви И прочих вещей С серым оттенком Так и с коричневым Есть ботинки С коричневым И там еще на ним есть Поэтому и синее И коричневое Следовательно и бежевый И серый подойдет Эти шорты с пайетками С такими очень деликатными Что супер Потому что Ну как бы Вот сейчас пайетки Это тема То есть тебе не хватает Одного ранения Да Давай мы хоть Затягнемся Чтобы не смещать подруг Так вот Приехал курьер Грант тут что-то бегал У меня не было Возможности там Это все открыть Померить Проверить Я приняла заказ С мыслью Что сейчас я померю И если что Я вечером Рядом пункт выдачи Отнесу Если вдруг поменять Тем более У меня была мысль Что такие шорты дорогие Ну мало ли там Подойдет Не подойдет Я открываю упаковку И в упаковке Совершенно другие шорты Другие Ну просто это не то Чтобы там Цвет не тот Размер не тот Это просто другой товар То есть это Не шерстяные А костюмные ткани Это не бежево-серые Это коричневые шорты Это не елочка Как на фотографии Это гусиная лапка Это Не пайетки Там пайеток нет И это удлиненная модель То есть они Совершенно другого кроя Другая модель Другие шорты Это просто другие шорты Я написала претензии Я сходила в этот Господи В пункт выдачи И так как у меня уже С Вальдборис Такая подобная ситуация была Просто там товар был Действительно не такой дорогой И у меня не было Ни времени Ни желания С этим всем воевать Я просто плюнула Подарила вещи Своей подруге И не стала уже Ну как бы Нервы себе трепать Но в этот раз Когда я отнесла Эти шорты И когда я разговаривала С сотрудницей Которая по сути Действительно Ну как бы Это не ее вина Но когда она Мне впаривала Что Вальдборис Не несет никакой ответственности Что я не у них заказывала Что они не имеют Никакого отношения Что это продавцы И вот понимаешь Когда ты стоишь И тебя Просто вот Какой-то такой бандитизм При помощи которого Тебя Обокрали уже второй раз У меня просто Я разоралась там так То есть я включила Просто районную Вот такую Прошмандень Потому что я была В таком гневе И я была настолько злая И вот эта монотонная Вот эта идиотская речь О том что Вальдборис Ничего вам не продает Мы этого не делали Мы не несем никакой Лично я ничего вам не продавала И вот это вот Вот эти ноздри Вот эта монотонная Вот эта речь Я ей говорю Перестаньте пожалуйста Замолчите сейчас И не продолжайте Предложение закончите И больше мне ничего не говорят Она продолжает И в тот момент Когда заходят люди Она тут же меняет картинку Она начинает на меня Ну как бы Чего вы на меня орете Как вы так позволяете Сама разговаривать То есть человек просто Ну понимаете Понимает что он делает И в общем все это Под предлогом Что она помогает мне Составить там Эту заявку Потому что я уже Наотрез отказываюсь Я говорю я не буду Сейчас тратить время Писать эти заявки Тем более мне Предыдущие отклонили Я заказывала Комплект нижнего белья Бюстгальтер И Ну трусы соответственно Мне пришел заказ Черное белье Я открываю упаковку Трусы все в порядке Вторая упаковка На бирке Этикетки Написан артикул Который я заказывала Написан бюстгальтер Я достаю вещи Из упаковки Там трусы Я пишу претензию Ребят Верните пожалуйста Мне эта вещь не нужна Я ее не заказывала Я заказывала бюстгальтер Мне Две пары трусов И не нужны Нет Ответ Заявка отклонена Все в порядке Брака нет Нижнее блюдо Мы не возвращаем У меня просто Я может быть потому что Я ну Не из России Для меня эти ситуации Это дикость Вот напишите мне Как вы это воспринимаете Для меня это просто крышу сносит Я вот это вот Вообще Вот это Вот это Ну нахальство Вот это Ну вот такое воровство Я не могу Ни под каким соусом принять И не важно Там две тысячи стоят вещи Или пятнадцать Это воровство И это наглость Ну как это так Валберс решил Что клиент покупает И я В общем Заявку составили На эти шорты несчастные Я ушла Два дня заняло Рассмотрение Этой заявки И мне пришло Отклонено Написали Все хорошо Брака нет Все супер Фотографии добавила В заказе видно Фотографии которые есть Ну как бы В карточке продукта Есть описание Есть фотографии Которые у меня Причем Я сильно подозреваю Что это шорт И подделка Потому что Швы так себе Нитки везде вылезают Я думаю Что это швы Шивалось где-то здесь В России Как бы На своих цехах Гаражах Внутри нет бирки Нет этикетки О том что Эта вещь Ну там Ну там состав ткани Например Как стирать Нету Никакой этикетки Об этом я уже молчу Потому что Я знаю Вот эту контору И я понимаю Что они мне скажут А вы поменяли Это не наш товар Мы такой вы мне могли прислать Ну то есть я уже боюсь Что вот такая история будет Еще что важно Валдберрис нету Нормальной поддержки Службы поддержки нету Позвонить некуда Нет ни одного номера А пункты выдачи Не отвечают ни за что Они просто там Знаете как Как посредник И клиент просто Такой Окей Супер Ну отлично Это беззаконие полное И в общем Я написала еще одно Одно заявление Письменном виде Что ребят Вот Разъясняю еще раз ситуацию То есть там есть раздел Пожаловать на товар А есть раздел Задать вопрос Я выразила претензию На тему того Что ну как так то Что я буду писать заявление В полицию И я не угомонюсь Ну то есть я не позволю Сейчас уже все ребят Все Один раз Проехала Я отдала Кстати Вот это нижнее белье Подарила подруге Но второй раз Причем оно было Кстати да Оно было не дешевое То есть там Четыре тысячи По-моему что-то такое Ну какой-то был там Такой После родовое Там типа утягивающие Вот это вот все Я говорю Не-не-не Ребят Я не лох Ну то есть Не получится Не прокатит Я вот реально Не угомонюсь Буду писать эти заявления Буду обращаться к юристам И просто ну разнесу Потому что Это просто кошмар Это невозможно Это просто На мой взгляд Это просто хамство Такое что Не знаю Я не могу Вот такое вот принять Покажу вам эти шорты Чтобы вы Ну сравнили Да и вообще там Я не знаю Подружки Вот расскажите Кстати у вас бывала Такая ситуация И что делать Симвалберс Может быть у вас Есть опыт И вы знаете Куда обращаться И куда орать Чтобы они В общем Ну как бы Угомонились И И решили Ну разрешили вопрос Причем у меня нет Принципиальной позиции Вы верните мне деньги Вы можете Ну Поменять товар Пришлите мне Правильный товар Я отнесу Эти шорты И на пришлите Неверный товар Я Ну я как бы Не против Но прикол в том Что ну нет Мы сами решили Что вы будете У нас покупать И нам плевать В общем Вот такая вот история Я злая Как черт Вот И поэтому Я решила Что поеду Я обратно На мой подруж По мере Шорты Иру Там цена Просто фантастическая Но я поняла Что это В общем Моя стихия Очевидно И кожаные шорты Тоже поищем Да Пупсяка А да А да А Вторая Вторая ситуация Почему я говорю Что у меня карма Это Ну Здесь уже я вернула Вещь Почему вам не покажу Просто вещи уже нет Я на яндекс маркете Купила Бэу Шорты Кожаные Брендовые Очень дорогие Но с хорошей скидкой То есть Там Действительно Скидка Более 50% По-моему 70% И в целом Ну как бы Если У тебя приходит Там с рук Вещь И она В хорошем состоянии То в общем Окей Все нормально Описание вещи Все супер Все классно И собственно Приходят мне эти Кожаные шорты То есть Мне эта кожа Да О-оу Опять ты проволок машинку Ну конечно Одна тут болтает Не завтракает А вторая играет Вот у нас ты завтрак Ладно Пока играю Сейчас расскажу По-другам Будем есть В общем Я заказала Эти кожаные шорты Не буду говорить бренд Просто потому что Чтобы не ассоциировать С этой ситуацией Яндекс маркет Значит Присылают мне эту вещь Я в Ее забираю В пункте выдачи Несу домой С мелким Вот как раз шли Будем мерить Я открываю Вещь Все снаружи хорошо Заглядываю внутрь И эта вещь Просто Носилась Без нижнего белья Сори Некрасова сказано Это просто отвратительно Без нижнего белья Человек Оставил следы Своего организма Вы понимаете О чем я говорю Женские На подкладе Этих шортов Шортов И не отнесла Эта девушка В химчистку Уже не говоря о том Чтобы Ну хотя бы руками постирать И пропарить Там эту подкладку Ну не знаю Там прям белое все И я Я была в ужасе И в шоке Я это так же сфотографировала И вернула эту вещь Потому что это Ну Для меня это просто Вау Это просто Вау Как это так Причем стоимость Ну этих шортов Конкретных Даже не 15 тысяч То есть там Почти в три раза больше Я охренела Я просто охренела Такого у меня Конечно опыта Еще в жизни не было Поэтому Подружки Не ругайте меня Каждый раз Когда я Таскаюсь По дорогим магазинам Во-первых Я это обожаю Люблю Что? Упала машинка? Руки есть? Хотя бы одна? Да Ноги есть? Да Вот иди И сам машинку поднимай Скажи Как надо сказать маме? Иди Что? Что? Иди Иди Ну нет Тогда нет Я не понимаю Таких слов Скажи Мама Иди Что? Нет друг Слово неправильно говоришь Мама Не идет Скажи Мама Иди Иди Точно Придется идти Давай показывай Что там Кого сильно раздражает Вот это мое Таскание по магазинам И любовь моя Каким-то таким Более Изысканным вещам Ну как бы Терпите Потому что Во-первых Я это все правда люблю И это прям мое И во-вторых Ну зачем бороться Со своей кармой Зачем идти Против течения И ломиться куда-то Куда мне не нужно ломиться Потому что Очевидно для меня Вот эта вот вся история Не работает То же самое с Аликом Как только вот Мои подруги заказывают Что-то на Алике Там просто фантастика Какая-то у них приходит Просто фантастические вещи Что для детей Что для дома Для интерьера Все что угодно Одежда Я закажу Это просто страшняк Ну просто такой стрэш приходит Что вот Хоть стой, хоть падай Вот просто обнять И плакать Ну вот Поэтому в общем Вот такие вот у меня проблемы Сегодня О них я вам пожаловалась Что еще Мы с Грантиком Сегодня, да, дома Ремингтон в саду Кстати Отвечаю на вопрос Ваш Занимаемся мы или нет Да, мы занимаемся В общем у нас будет занятие И сами по себе Мы тоже тут Как видите Речь потихонечку развиваем Очевидно Мои пацаны просто Поздние говорны Вот Поэтому ну как бы И ладно Рэм Еще по развитию Рэма Рэм у нас пошел На карате Ему очень понравилось Потому что я по его развитию Вижу, что пацану нужен Уже такой Серьезный пацанский спорт Мы еще Да Кто там? Динозавр? Кто это? Кто это? Ди Но Дино Вместе слово повторишь Дино Дино Точно, Дина То есть ему очень Карате понравилось Не считай Таким оно и все дела Мы еще пойдем На дзюдо сходим Потому что там Очень классный тренер Вот И я хочу его Так же отвезти Уже на плавание Уже в большое плавание А это дружочек У нас Да Да Вернется в Аквастар Ресторан Кстати говоря В детской комнате Которого Мы поранили руку Они извинились сильно Предложили компенсацию И они По Нашему запросу Нам В качестве компенсации Да Оплатят Абонемент Аквастар Для плавания Гарантика Вот мы с Гарантиком Тоже будем Ходить плавать Как только Наши рамы Заживут Вот Так что Вот такие вот пироги По нашему спорту Развития Как-нибудь Обязательно Поснимаем Как у них все получается И как они Это В этом уже возрасте Занимаются Потому что Ладно Все Мы будем завтракать Убираю всех динозавров Вам подружки Желаю доброго дня И увидимся с вами Уже В городе Когда поедем Урож Если кое-кто Тут не завалится Ну вот Именно Дружок Просто Человек Одной раны мало Надо вот Просто все Настоящий пацан Ладно Давай будем кушать Мама уже проголодалась Сейчас Мы идем С вами Буквандру Так подружайки Нам с вами Нужно Вот это Красота Вся висит Меня ждет Мы будем Мерить Вот эти шорты И потом Мы с вами Возьмем Кожаные Две Пары Я решила взять Так Тридцать четвертый Наверное Ну как бы Не стоит форсировать Я возьму Тридцать шестой Вот эти вот Еще одни кожаные Сейчас найду И будем с вами Да Веш Вот Господи Спасибо Сейчас мы с вами Все это будем мерить И смотреть А может быть Еще какие-нибудь Сейчас найду Но вот эта красота Меня сильно Все интересует А еще пойдем На второй этаж За шляпами К Кокошнику Там тоже покажу Расскажу И с ними у нас Вообще Очень интересная тема О Может еще Юбку посмотреть Взять Скажите Черные Есть кожаные Можно пожалуйста Тридцать шестой Еще черную Миди Ну А вот еще Смотрите Подруженьки Шорты Отлично Нашла В общем Все те Кто негодует По поводу того Что влоги наши На тему шопинга Ну как бы Можете выключать Так подружки Ну вот это Как выглядит Я тут подготовила Специально Була Свои казаки И колготуси Так второй вариант Тоже кожаные шорты Но здесь уже Без подворота Смотрите И мне кажется Это намного интересная история Они какие-то Вот еще и пошире Как юбочка такая В общем Что скажете Тут прям Очень красивенько Да Эти шорты Неплохие Карманы есть Мне нравится Когда в шортах Карманы Это же настолько Все прикольно Так Потом из кожаных Вот еще третий вариант Но я вот От этих шортов Прям полна восторга Здесь во-первых Есть ремень И они какие-то Знаете Вот идеальное Сочетание Первых двух Когда короткие Как юбка И как-то сели Они прям идеально Карманы есть И все это можно Знаете Что еще мне нравится Посмотрите Какая история Вот здесь вот Вверх вот такой Они очень завышенные С такими вот складками Вот Мне кажется Что это будет Красиво И как со свитером А еще можно вправлять Если например Водолазка какая-то Прямо в обтяжку Это можно Вот прям Очень красиво Вместе миксовать Что скажете Такая вот история Это третий Но я пока За этот третий вариант Мне кажется Что голосование будет Не нужно Но мне интересно Как вам Совпадет ли Наше с вами Видение До нового вопроса Так ладно Еще шерстяные Вот эти остались Я попросила Все-таки Тридцать шестой Размер поискать Но в тридцать четвертой Может быть и влезу Сейчас попробуем Так подружки Ну что ж Тридцать четвертой Удивительным образом Смотрите Я влезла И девчонки Вон там вот С манекина Тридцать шестой Снимают для меня Просто потому что Хоть и в талии Все норм Но в бедрах Маловаты они Нам надо очевидно Тридцать шестой Размер И это вот Шерстяные шорты Идеальные Которые я искала Вот если не кожаные То шерстяные Вот такие вот Поэтому история Вас ожидает Еще по поводу Моей покупки Сандро Шортов Которые я нашла На Валдорес Это прям Катастрофа какая-то В общем Сейчас померят Тридцать шестой Так Тридцать шестой размер Ну в него влезла И мы тут уже С девочками обсуждали Что они как-то Слишком идеально сидят Вроде хорошо Но здесь обувь другая Сто процентов нужна Наверное Другие колготки Да и в принципе Вверх тоже Другой Ну вот так вот Вместе все Не пойму Пишите как вам Что скажете Вот Следующий вариант Шерстяные Тридцать шестой Хочется чтобы они были Какие-то знаете Более Более такие какие-нибудь Непринужденные что ли Мене идеальные В общем не пойму Все конечно еще Как обыграть их Как вам Так ну раз уж у нас Сегодня такая песня Я еще и решила Все таки померить Наверное мини-юбку Потому что Нет у меня ни одной Мини-юбки В целом я их не ношу Вот Но Ну здесь очевидно Обувь другая нужна И в целом Если будет другая обувь То наверное Можно приобрести себе И кожаную Или любую другую Мини-юбку Что скажете да Так ну посмотрите Тут миди у нас Ну это прям Мне очень нравится Я смотрю И как-то Ну красиво же да Что скажете Вот именно кожаная Мини-юбку Обувь другая Однозначно А тут У меня есть Томфорд Батфорты Кожаные И есть еще Сердероси Замшевые Батфорты Прям такие И они классические С острым мысом С каблуком Прям такие Красивые Сапоги Я думаю Семиди То сто процентов Такая обувь нужна Так Ну что ж Да Это последний Очевидный вариант Я думаю Что я знаю Какие я выберу И более того Я думаю Сразу их надену Потому что Прям не терпится Но в целом Давайте пишите Какой вариант Вам больше нравится Мы же можем вернуться Да И шортов много В гардеробе Юбок не бывает Поэтому Даже если я выберу Что-то Что не является Вашим фаворитом Пишите мне Может я еще И загляну сюда И ваш вариантик Подберу Ушки Ну очевидно Мой фаворит Вот эти шорты С Таким прекрасным поясом Вот эта талия Безумная просто И вот тут Всякие детали Ну в общем Я в них и останусь Подружинцы Как вам Мне кажется Вообще прекрасно Сейчас моя кожаная кубка Сейчас покажу Ну здесь мне кажется Просто идеально Все сошлось Посмотрите Какая красота И обувь Все Берем Все Пошли в кокошник Как раз К этой всей красоте Будем сейчас Шляпу подбирать Ай Вот она красота Господи Я бы тут жила И вот он Наш кокошник Вот сюда-то я и шла Без какая Ой Все Подружки Нас сейчас ожидают Тут с вами Завесон На какое-то время Сейчас Это все Красоту Мерить с вами будем Первым делом Я хочу Померить Вот эту шляпу Это Модель Джек Называется Она ровно Такая же Как моя Соломина Помните Которую я Летом Ну как летом Надевала В нашу поездку В Египет Первым делом Я хочу Черную шляпу Здесь даже свет Получше Тут как-то все видно В общем я хочу Первым делом Черную шляпу Здесь у меня Очень красиво Декора с перьями Мне очень нравится И размер мой И как-то все Очень красиво сидит Второй наш вариант Посмотрите на это Это Федора В сером цвете Мы в прошлый раз С вами мерили Серую шляпу И профукали ее Очень успешно И помните Она выглядела Просто Фантастически красиво И многие писали Бери серую Я ее естественно Не взяла Потому что Выбрала другую А тут Вот она Единственная Красивая Серая Мне кажется В этот раз Нужно быть Мудрее Да Подруги И вот эту Обязательно Нужно отложить В общем Что скажете Серая Федора А вообще С Кокошником У нас Сейчас Фантастическая история Мы Затеяли кое-что На Новый год А именно Затеяли Такую магическую историю Когда Я для Кокошника Сейчас Буду садиться И писать Особенную Волшебную Новогоднюю сказку Которая будет Прилагаться К новым шляпам И к коллекции Новогодней Которая будет Презентоваться Как раз таки Во время Праздников Ну и плюс ко всему Конечно же Сейчас Когда у Кокошника Ремонт В их салоне Которая через дорогу Кстати говоря От прекрасного Нивермага На Красном мосту 1 декабря У них открытие Нового салона И там действительно К новогодним праздникам Ждать очень много всего Такого особенного Классного И мы Познакомившись с Ольгой Владелица этого салона Которая уже По-моему 9 лет Наверное Над ним кропотливо работает Мы просто поняли Что мы сошлись И звезды сошлись И звезды сошлись И мы Действительно Очень прониклись Друг к другу И вот Созрела такая идея Вот для вас И для клиентов Кокошника Надеюсь Что мои подруги Тоже станут Их клиентами И приобретете Вот такие вот Безумно красивые шляпы В общем Мы Сделаем Такую новогоднюю Коллаборацию И я напишу Магическую Красивую И совершенно волшебную Сказку Как раз таки Под эти шляпы Ведь коллекция новая Она будет Ассоциироваться С разными Животными То есть там Прям что-то Интересное будет Поэтому у каждого Из них должна быть Своя отдельная Новогодняя история Так что вот так У подруженьки Такие необычные Коллаборации Бывают И не просто Я сижу у себя И знаете Пишу свои книги Но очень круто Когда можно Вот так вот Находить своих людей С ними Взаимодействовать Работать И создавать Что-то такое Приятное И ну не знаю Особенно К праздникам Ведь в наше время Нам так мало Попадает Хороших эмоций Позитивных Поэтому мы Своей стороны Будем их для вас Создавать Вот Ну а пока Что? Второй вариант Это у нас Федора Серая Смотрите какая У нее Классная Отделка Она прям Застаренная Очень красиво Еще один вариант Это у нас Вест У меня белая Именно вот этой Модели Вест Кто помнит Кто видел Ну в общем Здесь такой Более брутальный Вариант И декор Металлический Вот здесь Пояс Такой красивый Да и в принципе Любую шляпу Можно декорировать Так как В целом И захочется Отдать декоратору И разработать Свой индивидуальный Вариант Ну в общем Вот еще один Вариант Черной шляпы Что скажете Смотрите Какая милота Вот это Прямо Невозможно Я в жизни Никогда не носила Панамы Но Чего-то я прям Смотрите Как круто Что скажете Зимой Выходить из дома С малышами Все в панамах Мамы в том числе Смотрите Какая прелесть Я прям в восторге Мне декорации Мне кажется Вот это уже Даже голосовать Не нужно Берем Да Смотрите Вот Цвета Коричневая С белым Это мне кажется Мне А хотя нет Нормально Главное Натянуть На голову Ну в общем Здесь нужна дубленка Конечно Коричневая Из овчины Чтобы как-то Это все совпадало Но у меня пока Варианта такого нет Поэтому у нас еще Подруженцы Еще темно-коричневая Тоже с белым Эти Черная лучше всего Да Она как бы В целом-то Очень прикольно Интересная Но внимание на себя Не перетягивает И можно ее носить С чем угодно Так что Я голосую за черную Что скажете Еще базовая Классическая модель Черная Шляпа Друг И она мне Тоже немножко Великовата Это вот прям так На дело и пошла Да Без Всяких Всяких Заморочек А еще подружки Хоть и зима Но я Знаете ли Как бы это Не по сезону Ну в принципе-то я Вот сортами Это теперь Одета не по сезону Но я притягиваю К себе Лето Путешествия И отдых Поэтому я считаю Что если у меня будет Вот такая вот Соломенная панама То я вполне вероятно Сейчас зимой А может быть И на Новый год Притяну Какое-нибудь путешествие В жаркий климат И обязательно Надену Вот такой вот Панама Соломенная Что скажете Так Подружки Синий цвет Что скажете По поводу Синий шляп Вот это прям Какой-то Невероятный Мне кажется Прелестный кайф Да Когда у тебя есть Вот такой вот Синий акцент Понятное дело Здесь сразу Вопросы С чем носить И как носить Но шляпы дело такое Не носки Да Здесь в принципе Если уж осмелилась Надеть шляпу То в целом Будь добра и думай Что Что внизу Тут еще вот такая Милота Смотрите Прям новая Новая Чепчик Я конечно Подопоздала Надо было Как-то пораньше Чепчик себе Организовать Когда грантик Еще их носил Но собственно Вот так вот Есть еще такой вариант С пайетками Такая торжественная История Чепчика В сером И совершенно Прелестный Чепчик В черном Тоже такие Пайетки Так что подружки Следите За нашим Развитием Событий С кокошником Заходите на сайт Я ссылку Оставлю в описании Выбирайте Свои Безумно красивые Шляпы Радуйте себя Давайте все будем Красивые Наряженные Особенно В новогодние праздники Потому что Красоты Много не бывает Как говорят Красота спасет мир А вот в чепчике Или в шляпе Это уже нам решать Так Ну что ж Две Коробки Со шляпами В руках Еще похожу Эту красоту Все посмотрю Что здесь Понаслаждаюсь И все Подружники Поют домой У нас сегодня Вечер В Господи Где же В филармонии Да Я сегодня Еду в филармонию Сегодня будет Прекрасный вечер Слаждения Музыкой Вечером Можно покачать Вина И дома отдыхать Пока Малютки И папы В выходные Садят Всегда наше время А мы с вами Поболтаемся позже Обнимаю Всего Бусики Да Мы приехали Эй Долго вы там будете Целоваться Мелкие Ну в общем У них Игры любви Вот всегда так Они друг дружку Обнимают И вот так вот Ковыркает И валяется И уезжут Начал все Грант Да Ты начал Малыш Подруги У вас тоже так Друзья Долго вы будете Тут валяться Все Давайте Ну вот это Два бешеных червяка В принципе Можно так до сна Ладно Давайте Друзья Так подружки Ну вот После всех наших эпопей Шорты Которые я заказала Это Кира Пластинина Ну Я эти шорты Оставила Потому что они Во-первых Соответствуют Товарной карточке Которая была на Валдберрис Это раз Во-вторых Они хорошо сидят И в целом Качество нормальное Цена была Совершенно недорогая Они Пять тысяч С копейками Стоили И Для Каких-то вещей Которые у меня есть Обуви И прочей Одежды Шорты Совершенно прекрасные Зимний военник Тоже можно одевать В общем Эти шорты Окей Вот внимание Как из Валдберрис Приходят Фирменные шорты Сандро Вот Просто пакет Здесь есть Непонятный QR-код Который у меня Не сработал Но здесь Под этим QR-кодом Есть еще одна Наклейка С QR-кодом Вот они шорты Внимание Значит мы Смотрим Вот они шорты И вот теперь Подруги Так Еще раз фокус Объясните мне Как Валдберрис Считает Что вот эти Конкретные шорты Коричневые В гусиную лапку Костюмные ткани Здесь есть Бирка Сандро Есть какая-то Вот тоже Вот эта вот Их бирка Внутри Сейчас покажу Вам Внутри Нету Ни одной Бирки Нигде Которая бы Показывала нам Как ухаживать За этой вещью Как ее стирать Состав ткани Ничего нет Вообще ничего Швы вроде Неплохие Но в то же самое Время Нитки торчат И ну как бы Вопросики есть Вот Как я уже сказала Это пока Я претензии Свои не указываю Потому что Я не доверяю Валберис И я считаю Что они Спокойно В любой момент Могут Как бы Оклеветать Меня И сказать Что я что-то Там придумала Эти шорты Они мне отправляли В общем Вот эти шорты И рядышком Чтобы вы видели То что я заказала И описание И фотографии Вот теперь Напишите мне Пожалуйста Как вы считаете Нормально Валберис Вообще Тебя чувствуют Кстати вот Шорты кирпластинные Внутри Бирка имеется Все в порядке Вопросики Так что ладно Подружки Вот так вот У меня тут получилось Жду ваших комментариев Рассказывайте мне Как Как вы считаете Эта ситуация Как может быть Разрешена И может ли она Вообще быть Разрешена Если с вами Такое случалось Как вы Разбирались Валберис Вот Ёжик мой Тут уже Вот Орет И дуай Мешать Скажи подруге Пока 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 Не хочешь Пока Скажешь Нет Короче Мы тут уже капризничаем Пойдем мы с ним играть В общем А вам желаю Доброй Подружки Недели Увидимся С вами В следующем Наше видео Чао